Привет, друзья! Прошла Олимпия в Лас-Легасе. Главное событие бодибилдинга во всем мире. Ну, для тех, кто находится в федерациях причастных к КСБ, так или иначе, следящих за этим движением. Хотя, я думаю, что и члены всех других федераций смотрят на Олимпию, смотрят на тот уровень, высочайший уровень спортсменов, которые выставляют свое тело на шоу, на соревнования, на турнир, на конкурс красоты. Называйте, как вам это удобно. Олимпия в Лас-Легасе. И в этом году немалый десант из СНГ оказался на Олимпии. И очень интересно, что именно сейчас по любителям на Олимпии высадился, ну, уже не то, что десантник, мне кажется, практически шпион, шпион российского бодибилдинга на территории Соединенных Штатов Америки, это Валерий Живухин. Он, так скажем, ну, на мой взгляд, пропал из Качковского медиапространства России. Про него никто особо не снимал, не писал, не говорят довольно-таки давно, но все помнят. И все знают, и его там яркие камбэки, его яркие ролики, его... Ну, действительно, с точки зрения медиа Валера делал. Делал многих, и многих еще обделывал по ходу съемки своих роликов. Они всегда были острыми, яркими и колкими. И при этом Валера был большим. И есть большой, и это настоящий бодибилдер, что немаловажно. Таких очень мало, да. В принципе, его вечный оппонент в дискуссии, когда они любили ругаться, с Иваном Водяновым. Это два атлета 100+, два очень сильных бодибилдера России. На самом деле, меня очень забавляло, когда они постоянно друг на друга ругались. Это было очень прикольно. Было бы замечательно увидеть их на одной сцене. Валера, ты не посмотришь, но вдруг тебе скажут. А вдруг посмотришь, тебе интересно, что про тебя говорят. Вот тут же Ваня собирается готовиться на Олимпе в Москве. Блин, возьми билет и прилетай, напиши ему заранее. Мне кажется, это было бы... Хотя пусть вам обоим за это заплатят. Потому что, мне кажется, единственная причина прийти на соревнования по дебилдингу в данный момент, это как раз если бы соревновались вдвое. Потому что в остальном, ну, не способны наши федерации и организаторы сделать хоть что-то, чтобы привести людей на соревнования. Вы можете. Было бы круто, было бы мощно. Я бы вписался спонсором трансляции даже. Это реально круто. Итак, Валера Живухин на Олимпе. Фотографий очень мало. Нашел видео, я только снятое на тапок. Так что по этому видео, правда, не оценивайте форму Валеры. Она была хорошая. Она была лучшая, наверное, в его карьере. Ну, просто пока не найти нормальных видеозаписей. Или я плохо искал. Фотки есть, хорошие фоточки. Поехали. Вот он, Валера, стоит с двумя неизвестными пацанами мне. А вот Валера один красивый позирует. А вот Валера в шортиках показывает, какой он мускулистый. И Валера действительно мускулистый. Я ожидал, на самом деле, в какой-то мере перемены в определенных мощных группах. По форме их не произошло. Но Валера улучшил свои кондиции все. Он стал явно просто больше весь. От той версии, топовой версии Валера с чемпионата России, которую я застал. Я там был лично. На моем канале даже есть старые-старые ролики, где он снял. Человек с невероятной спиной. Он раскачивается. Царство небесное, когда выступал еще и Дарко Абиров, когда у них была мощнейшая заруба. Это был расцвет бодибилдинга, который активно закапывают региональные федерации. Заканчивайте, ребята. Все еще можно вернуть. Тренд, входящий, есть на Западе. Если вы соберетесь немножко с духом, начнете есть рыбу, надо есть рыбу вам, да. То, что в рыбе фосфор, а от фосфора становишься умнее. Поэтому я боюсь, вам только рыба поможет. Вот. Соответственно, Валера увеличился, Валера стал глубже. Мог ли он занять первое место? Давайте, естественно, мог. Любой может. Но тут мы рассмотрим именно форму Валерия. Мы оцениваем фото и видео. Лично там никто из нас с вами не был. Единицы присутствовали на Олимпии в Вегасе. И я не видел криков в Инстаграме, в видео, что Валера прям номер один. Однозначно. Но! Валера стал вторым на турнире с самого высокого масштаба и уровня. Кроме того, нужно понимать, что Валера стал вторым на любительской Олимпии, будучи происхождением из России. Да, у Валера есть оппозиционный YouTube-канал, который он сейчас ведет, кто не знает. Потому что угарная качалка сейчас особо, так скажем, пока находится в затишье. Но думаю, что раз Валера вернулся в бодибилдинг, показал себя опять миру, он вернется и на Качковские, так скажем, свои ресурсы, потому что он умеет это монетизировать. У него есть канал оппозиционный, но я не думаю, что ему там какие-то места за это давали. Никто из студий об этом не в курсе. Его форму оценили. Я думаю, что в ближайшее время он наверняка сделает еще старты. И однозначно на просто там свернуть 99% на любом другом старте на территории США среди любителей он выиграет. Любая победа на таком турнире, если я не ошибаюсь, на турнире NPC в США абсолютно чемпион любого турнира получает квалификацию про. И после этого Валера, думаю, немного спрогрессирует и еще, потому что тут и момент стимула. Мне кажется, любой человек, получающий про-квалификацию, вот берет и почему-то начинает дополнительно расти. Может, там с прокартой высылают какие-нибудь непонятные блокаторы миостатина, не знаю. Но это будет новым шагом в его карьере бодибилдера и однозначно он начнет входить в США на турнирах регионального значения и занимать места, думаю, в топ-6 сможет. В общем, я говорю про турниры, где будет больше шести участников, потому что у нас ребята любят из России ездить на турнир, а там вернулись шестым, а у участников было шестеро. Это не про Валеру, я думаю, на турнирах, где будет действительно количество высокое соперников, он будет занимать твердое место среди даже профессионалов из США, он будет крепким, давать сразу крепкий средний результат, возможно, расти дальше над ним. Это краткое мое резюме по форме Валеры, потому что это было интересно, я скучаю по временам 15-го, 14-го, немножко 16-го года, когда бодибилдинг был живой. Еще раз, Валер, приглашаю тебя полететь в Москву на Олимпию, было бы здорово. Думаю, всем в России тебя увидеть. Хочу лишний раз сказать о том, что то, что он сейчас сделал в США, это очень дорогого стоит. Тут, наверное, все думают, что жить в США легко, и там такая супер еда, и супервитамины, и там а-та-та. Так вот, витамины там те же самые, что у нас, а может даже некоторые из них хуже. Валера, конечно, не колет говно в себя, однозначно, и находит что-то адекватное, но дерьмо фармы в США больше, чем у нас, потому что все это большинство везется с Мексики, а если бы себе представили уровень производства в Мексике, вы бы просто охренели. И вообще в Южной Америке, потом вам расскажу, как варят фарму в Южной Америке. Ценник просто конский в США на все препараты. Ценник на гормон роста в США еще более конский, чем на все препараты. Гормон роста еще кончается, быстро это нужно понимать. Еда, хорошая еда, которая нужна культуристу, в США стоит, не знаю, наверное, X4 от российских цен. То есть, если вам кажется, курица, грудка куриная дорогой в России, то в США она золотая, нормальная куриная грудка. Поэтому то, что он там живет, то, что он там делает, прогрессирует, развивается, то, что он сюда добрался какими-то окольными путями через Израиль, если не ошибаюсь. В общем, что бы многие не думали, в том числе и я, да, у нас с Валерой есть свои отношения, свои моменты, по работе, по бизнесу, по жизни, где мы пересекались. Если все это отбросит в сторону и вам всем отбросит в сторону, так скажем, какие-то эмоциональные моменты, рассматривать форму Валеры, она была хорошая. Он огромный молодец, он не форсил себя о том, чтобы выступать на Олимпии. Не знаю, почему. Может, он оставил только на тот момент, если он станет первым. Так многие делают. В России так принято. Хоп, ужаться, поехать, выступить. О, выиграл, всем скажу. Не выиграл, не надо. Не, ребят, сообщайте всем. У каждого пути есть возможность выиграть. Я смотрю на таймер, говорят, нужно до 10 минут снимать ролик, поэтому, если вам понравилось, поставьте лайк, если вы любите бодибилдинг, поставьте, не знаю, дважды лайк, подпишите свой комментарий. Давайте вместе будем поднимать наш любимый вид спорта. Приходите, смотрите, подписывайтесь, рассказывайте друзьям. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова